В эту игру престиж, понт, проведение пальцем черты по земле играет Россия. Играет по двум причинам, взаимосвязанным. Первая причина. Кроме мордобития, никаких чудес. Нам нечего предложить миру, нечем похвастаться перед миром, нечего показать миру, кроме своих ракет. И вот вынул я аргумент свой единственный, вынул и на стол положил. Наши брюки все время оттопыриваются ракетами. Что мы постоянно эту ракетную эракцию демонстрируем. И поэтому мы все время стараемся, в телевизоре стараются всю политику и всю современную жизнь свести все к тому же понтово-кулаковому противостоянию. Еще раз повторяю, да, это зрелищно, да, это любят везде, но это ничто, это ноль. Это никак не влияет на реальную жизнь. Вот в карикатурном виде это война в Сирии, от которой жизнь внутри России не может измениться вообще никак. Ни на микрон, ни в какую сторону. Кстати, и деньги на это тратятся копеечные, вопреки популярному мнению. Все равно разворовали бы. И людей там погибло очень мало. Тоже это все ерунда. Просто это вообще не про что. Это так. Виртуальные глупости. Ну и вторая причина лично Путин. Путин подсел, конечно, на огромную всемирную популярность. Ему безумно хочется, чтобы он был в центре внимания, что он главная фигура в мире. Для него это чуть ли не главное, по-видимому, удовольствие в жизни. А поскольку Путин, в отличие от американских политиков, не президент, а царь, и все зависит полностью от него на 100%, то, соответственно, его личное тщеславие, его личный гедонизм, его личное желание быть в центре внимания, оно и стало всей российской политикой. А народу это очень нравится. Потому что люди, чем более тусклая и бесплановая, беспроектная, бесперспективная социальная жизнь, тем больше они цепляются за вот эти вот барабаны, дудки, трубки, будь то парады, будь то какие-то воспоминания о 75-летней давности «Спасибо деду за победу», будь то силовые столкновения, ну и, конечно, главный, необыкновенный кайф – дернуть за нос американцев. Вот никого-нибудь, а именно самих американцев дернуть за нос. Это все даже не смешно, потому что это было смешно в 20-е годы, когда Ильф и Петров написали «Эллочку-людоедку» и «Мадам Вандербильд». Вот «Эллочка-людоедка» вместо того, чтобы мужу борщ варить, занималась покупкой стула, чтобы утереть нос «Мадам Вандербильд». Вот так и живем. Но когда первый раз этот анекдот рассказали, было очень смешно. А за триллионы повторений это совсем не смешно, просто банально. Да, там живем. На зло американцам. Производим впечатление, что мы очень сильные. Кроме впечатлений ничего не производим, но впечатление производим очень активно.